Как отбилась идея подобного совместного концерта? Ну, в связи с тем, что наш коллектив, премьер-квартета, всегда ищет новые неожиданные пути, новые сотрудничества. Поэтому, когда мы узнали, что в новой фармонии будет орган, что у нас будет свой органист, уже тогда эта мысль закралась в наши головы. И потом, когда мы переехали в это прекрасное здание, и когда мы пообщались с Татаром Новоселым, мы поняли, что нам было очень приятно, что он сразу отвлекнулся на эту идею. И вот мы засели, придумали, по-моему, очень интересную программу, которая будет очень разнообразная, потому что там будет не только орган и струнные инструменты, поэтому мы позвали еще и прекрасную вокалистку, и прекрасную креативскую. То есть это будет очень разнообразно, мы покажем орган, насколько он прекрасен в сочетании со многими, как музыкальными, так и другими, музыкальными инструментами, так и другими исполнителями. А какие произведения будут? Мы решили сыграть произведения разных эпох, то есть это будет и привычная для людей эпоха барочная, где, в общем-то, орган был один из главных инструментов, это музыка Вивальди. И мы продвижемся и по классифицизму, с ее Моцартом, и произвучит произведение современного композитора, арго-пиарта, который, мне кажется, очень интересный, и будет очень неожиданно для многих слушателей. Как вам кажется, вы спели с органом? Вы знаете, на самом деле для нас это потрясающая школа, это совершенно другое звучание, это другой подход к инструменту, потому что, чтобы звучать совместно с органом, это совершенно другой подход к звуку, другой подход к музыкальной мысли. То есть приходится находить какие-то общие точки, и для нас это потрясающая школа, и нам очень приятно, что этот концерт состоится. Тяжело вы репетируете? Сколько репетируете? Тяжело? Я бы не сказал, что тяжело, это больше было бы удовольствие, потому что такая махина, такой звук, очень мощный, и быть спричастным к этому звуку у всех вызывало особый интерес. Но по времени, да, по времени это было очень много, потому что все мелочи хотелось их как-то отточить. На сколько по времени репетирует? Ну, скажем так, месяца три. Спасибо. Как вам было работать, вот все-таки со струнным партлером, наверное, как-то отменить необычно, как вам работалось? Ну, на самом деле, это для меня уже привычно, как бы я раньше тоже играл, уже не в пенсии, а в других городах тоже выступал с арбючами, с квартетом, с певцами, поэтому работа знакомая. Вот чем хорошо такое звучание, а вот оно какое у вас звучит? Ну, на самом деле, просто если орган слушать, это немножко, может быть, внимание, да, притупляется, если вот целый концерт. А здесь вот такая разнообразная программа, мне кажется, для слушателей это будет, ну, очень легко воспринимать. Как бы внимание будет переключаться, будет и сольный орган звучать, и со струнным квартетом, также будет филитистка участвовать, и певица. Это, конечно, много планов. Звучит музыка. Звучит музыка.